Добрый вечер, уважаемые товарищи! Сегодня очередное плановое занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Деньги решения лектика и марксизм». Ведет занятие доктор философских наук Протопопов Иван Алексеевич. Пожалуйста. Сиди можно? Или так? Очень рад присутствовать в данной аудитории. В принципе, тема, с которой я выступлю, меня давно интересовала. Но ее сложность и внутренняя противоречивость вот этого соотношения между Гегорем и марксистской традицией, которая использовала, вроде бы, самое главное, что имелось в гегоремской философии, а именно диалектический метод, обуславливает и сложность понимания интерпретации взаимоотношений между этими направлениями в философии и в понимании действительности. Считается, что марксистская традиция наиболее полной и последовательно восприняла и использовала диалектический метод, разработанный Гегелем, при том, что его система в целом не только критически пересмыслилась в этой традиции, но и в своих идеалистических принципах отрицалась. Задача лекции моего выступления – краткое исследование основных положений гегелевской диалектики в соотнесении с марксистской материалистической диалектикой. Я постараюсь показать, что у них не просто некие общие основания, но противоположность между идеализмом и материализмом не является существенной для этих основных диалектических принципов, хотя она, безусловно, значима и сама по себе, как таковая, имеет достаточно серьезное значение. Начнем с того, что Гегель считал, что главной теоретической классовской задачей его времени является обоснование и раскрытие истины в виде научной системы. В соответствии с этим воззрением, собственной формой, в которой вообще должна существовать истина, как считал Гегель, должна быть именно система науки. Философия, как научная система, которая осуществляет себя в форме понятийного мышления, основывалась при этом у Гегеля на всеобщих принципах диалектики, которую он всесторонне рассматривал в своем фундаментальном произведении наукологики. При этом я не буду останавливаться на тех подходах, которые Гегель использовал в обосновании этого проекта философии как абсолютной научной системы, только скажу о некоторых важных вещах, совершенно кратко назову их. В частности, Гегель предполагал, или предполагал, что философия должна потерять свое прежнее наименование просто любви к знанию или стремления к знанию, и должна стать действительно настоящим знанием самой сущности вещей или познанием самой действительности, которая относится к его первому основанию или к познанию абсолютного. При этом, собственно говоря, речь идет о познании вещей самих по себе, в отличие от того, что считал задачей познания предшественник Гегеля и Моно Кант, который считал, что мы познаем лишь явления, и как мы их воспринимаем с помощью чувств, и как мы их мыслим в своем рассудке. Таким же образом, познаваемый нами предмет, как считал Гегель, это не независимая от реального мира субстанция, но субстанция, понимаемая как субъект, который осуществляется в этом реальном мире в процессе своего самопознания и познания с нашей стороны. Весь этот проект философии как абсолютную научную систему уже представлен Гегельской феноменологией духа, но ее рассмотрение не является моим предметом. Я сразу же перехожу к логике и к основным диалектическим принципам, которыми Гегель руководствовался в этом произведении. В Гегельской логике через преодоление противоположностей между мышлением, относящимся к человеку как мыслящему субъекту, и бытием всего сущего, которого он мыслит в виде действительного объекта, человек достигает такой позиции, когда мышление полагается им как всецело тождественное бытию. Вот эта противоположность преодолевает, собственно говоря, как считает Гегель, феноменологию духа, и в результате мы приходим к такому мышлению, в котором все вещи обнаруживаются в их собственной сущности, и поскольку мышление выражает в этом отношении действительное бытие всех вещей. Не случайное, приходящее, а действительное, которое Гегель отличает от любого внешнего, случайного существования. Логика, которую Гегель также отличает от любой прежде существовавшей системы логики, например, Аристотельевской или Кантовской, определяется в этом отношении у него как наука чистого мышления, имеющая своим принципом чистое знание, полученное благодаря тому, что противоположность между сознанием как субъективным и бытием как самостоятельным и противоположным ему объективным знают в виде преодоленного в этом единстве, и знают бытие как чистое понятие в самом себе, а чистое понятие как истинное бытие. То есть мы имеем дело, казалось бы, со старым положением, о тождестве мышления и бытие, которое, однако, понимается несколько иначе. Прежде всего, это тождество понимается не как абстрактное и неподвижное, но как деятельное, развивающееся и приходящее к понятию абсолютного субъекта, который познает себя в мыслительных категориях, которые тождественны определением самого бытия. При этом категория логики это не наше представление или понятие, относящееся собственно к человеческому разуму, но прежде всего всеобщей формы бытия вещей и в этом смысле определение мышления, в котором это бытие раскрывается в самом себе и для себя самому. Гигель в таком подходе апеллирует к древнегреческой философии, к понятию ума Оанаксагора и Аристотеля, который выступал началом бытия вещей, хотя при этом Аристотелю допускалось еще и существование материи, независимо от этого ума. Таким образом, бытие понимается у Гигеля не как нечто существующее для себя, независимое отдельно от мышления, оно раскрывается в самом себе как единое с мышлением, которое выражает сущность всех вещей в их бытии и само бытие, как оно существует для себя. Таким же образом, мышление вовсе не существует для себя отдельно от бытия, оно непосредственно обнаруживает бытие всех вещей, как они, суть своей сущности и полагается единым существующим для себя самого бытием. Гегель считал, что развитие всякой природной и духовной жизни покоится только на природе вот этих самых чистых существенностей, составляющих содержание логики. И понимал свою логику как антологию, которая познает чистое определение бытия вещей и в то же время первое основание этого бытия, исходя из которого вещи могут мыслиться и исходя из которого они существуют. Данные сущности, выражающие бытие всего существующего, выступают в виде категорий, в которых это бытие раскрывается для мышления. Этапы собственного осуществления логики в виде целостной системы категориальных определений единого понятия тождественного с бытием в принципе достаточно хорошо известны. Это тройное разделение науки и логики на учение о бытии, учение о сущности и учение о понятии. В принципе, вот это самое разделение мной тоже будет рассмотрено в связи с различным пониманием диалектических принципов в логике Гегеля. Ключевую роль в диалектическом осуществлении понятия в тождестве мышления и бытия играет принцип, соотносящий с собой отрицание, или, как потом он определялся уже в марксистской традиции, отрицание-отрицание. Основанием для взаимно противоположных определений действительности и источником развития содержания мышления в его тождестве с бытием выступает в гагельской системе именно отрицательность или негативность, которая, как понятийная рефлексивная структура, полагая себя в противоположении самой себе, остается тождественной себе через разрешение этого противоречия. Что она означает, эта отрицательность, в самом общем виде? Она выражает не внешнее отрицание какого-либо предмета в мышлении, подразвивающего его небытие, но положительную определенность бытия каждой вещи, соотносящаяся с другой вещью. В связи с этим Гигель вспоминает в логике высказывания Спиноза о том, что всякое определение есть отрицание, хотя в целом такое высказывание мы с трудом можем найти у Спиноза. Форма отрицания представляет собой в этом отношении не просто существенную идеальную форму понятия, она выражается на принцип развития понятия в его тождестве с действительностью. Принцип негативности, обусловляющий единство противоположных определений, мы уже встречаем в начале логики в виде единства противоположных друг другу чистого бытия и ничто. Собственно, отсюда и начинается диалектика Гегеля, а именно с рассмотрения бытия и ничто в их соотношении, в их тождестве, и в противоположении друг другу или в различии. Обычно представляется, что положение о тождестве бытия и ничто относится в гегельской логике не к самому бытию или ничто, как они присутствуют сами по себе, но только к тому, как они мыслятся в их понятии. Таких позиций придерживались некоторые западные исследователи, например, Кронер, Хайдегер. Таким образом, речь как будто бы идет о том, что бытие и ничто представляют собой у гегеля только мыслимые предметы, а не действительные, как они есть сами по себе. Вопреки этому, простое бытие у гегеля, несмотря на его абстрактность и неопределенность, понимается, собственно, как непосредственное основание всего остального сущего, и понятие тождественное в начале логики с бытием выступает именно как чистое бытие, исходя из которого существует все остальное сущее. То есть бытие как начало всех остальных категорий является и началом всего существующего, и в этом смысле оно имеет смысл действительного предмета, а не только мыслимого бытия, как иногда это трактуется. Только потому, что вообще имеется бытие, все сущее становится тем, что есть, становится присутствующим. Хотя само бытие мыслица гегелем при этом как совершенно отличное от всего сущего, но в бытии как простом и неопределённом начале мы как раз не можем найти обоснования того, что есть, собственно, это возникающее из него сущее. Оно является неопределённым, простым, абстрактным и, собственно говоря, по своей сути, тождественным ничто. Поскольку, как неопределённо непосредственное, оно не есть что-либо сущее, точно так же оно ничего не выражает в сущности каких-либо вещей. И поэтому, собственно, тождество бытия и ничто вытекает из того, что ничто так же является непределённо непосредственным и присутствует именно как ничто, будучи при этом тождественно бытию. Таким образом, бытие непосредственно есть то же самое, что и ничто, но тождественные они друг к другу, как считает гегель, не просто как единые, но именно как непосредственно различные и противоположные друг к другу сами в себе. Имеет место некое непосредственное единство тождества и различия. Что образует изначальное противоречие в самом начале, в самом основании логики, противоречие, которое понимается в данном случае совершенно положительно и делает возможным развитие всего последующего содержания этой науки. В отличие от этого подхода, встречаются также и попытки объяснить гегельское положение о тождестве бытия и ничто без выявления какой-либо противоположности между ними и даже в согласовании с формально-логическим принципом невозможности противоречия как такового. В частности, таких подходов придерживались и некоторые советские мыслители, например, Бакранзе. Понятие бытия и ничто, несмотря на то, что они не содержат в себе никакой определённости, в этом смысле не различаются как две разные вещи или два различных явления, о чём говорит сам гегель. Тем не менее, они полагаются не только как различные, но и как непосредственно противоположные друг другу. В чём, собственно, состоится диалектика в этом смысле бытия и ничто, мы сейчас кратко разберём. Они оказываются то, в чём они оказываются противоположные друг другу, в том же самом они полагаются и как непосредственно тождественные, что только и делает возможным становление и возникновение всего сущего. Гигельская диалектика состоит в том, что бытие и ничто не просто непосредственно равны себе, в этом смысле как неподвижные равны друг другу, как считал, например, Гэдамер. Они сами в себе представляют свою собственную противоположность и движение перехода к своему иному. В определении бытия и ничто у Гигеля задействована в этом смысле одна и та же отрицающая себя негативность, или одно и то же отрицание, которое полагается как непосредственно тождественное с собой, в своем отличии от себя в этих понятиях, что выражается в спекулятивном принципе единства, тождества и различия, правда еще лишенном опосредования и рефлексии. Соотносящая с собой отрицательность, выражающая себя уже в форме единства бытия и ничто, раскрывается, затем определенным образом у Гигеля в становлении. В становлении ничто переходит в бытие и исчезает как ничто, а в бытие переходит в ничто и исчезает как бытие, что выражается в двух основных его моментах возникновения и прихождений. В энциклубической логике Гигель утверждает в связи с этим, что именно становление выражает положительное понятие чистого бытия, которое раскрывается в своем единственном ничто. В этом смысле становление всего сущего или изменение всех вещей, которые происходят в реальной действительности, оно обусловлено именно этой диалектикой бытия и ничто, которые сохраняются как моменты становления и затем определяются как моменты уже наличного бытия. Именно в наличном бытии задействована оказывается отрицательность не просто как уже абстрактное отрицание, но как отрицание отрицания. Или как конкретная абсолютная отрицательность, которая определяет в бытии уже конкретное сущее нечто или все то, что есть в виде сущего, как говорит Гегель. В этом смысле отрицание отрицания или абсолютная негативность, определяющая любое сущее в его бытии, есть отрицание первого непределенного ничто в его абстрактной негативности. И вот эта конкретная негативность трактуется Гегелем как содержательное ничто, которое выражает принцип самобытия вещей. Однако, собственно, положение противоречия рассматривается Гегелем уже в учении о сущности и к нему я перехожу. Вот, собственно, это центральный пункт гегелевской спекулятивной диалектики, положение противоречия представляет собой рефлективное определение сущности, которое сама по себе мыслится в виде истины бытия. Вот, кратко рассмотрим, что такое собой представляет эта самая сущность, как истина бытия. Сущность, в понимании Гегеля, это не нечто, относящееся к нашему познанию бытия или к некой субъективной деятельности, направленной на его понимание, но собственное внутреннее движение этого бытия, состоящее в раскрытии того, что оно есть в своей сути, а именно как вневременно происшедшее и выступившее в своем существе. Иначе говоря, сущность – это просто суть самого бытия, не в каком-то абстрактном его виде, а в совершенно конкретном, то есть сущность не только всех вещей, но и бытия как такового. При этом сущность изначально относится не к наличному бытию, но выражает существо самого бытия или бытие, в котором подвергнут отрицанию все сущее. В этом смысле она понимается как абсолютная отрицательность или негативность, опять-таки, но уже не непосредственная, а посредованная. И в этом смысле сущность трактуется Гегелем как видимость или бытие, которое раскрывается посредственным образом через небытие, поскольку все независимое от сущности бытия и всякое конечное сущее теряет свое значение самостоятельность. Но эта видимость также имеет вполне положительный характер, выражающий собственную природу сущности как рефлексии, как опосредование собой и как раскрытие себя в своем соотношении с иным. Эта негативность или отрицательность сущности имеет основание в саму себя, поскольку в соотношении с иным она раскрывается для себя как самостоятельная и представляет уже собой не становление, как это обстояло в сфере бытия, переходящее в нечто иное по отношению к себе, но рефлексию как возвращение к себе через движение от ничто к ничто. Здесь мы имеем дело с достаточно сложными категориями и с точки зрения представления, и с точки зрения понимания. Однако нужно относиться серьезно к тому, о чем здесь говорит Гегель, поскольку, собственно говоря, сущность бытия – это то, что непросто мы не можем понять, не обращаясь к категории негативности, но что мы не можем понять, не обращаясь к категории ничто, поскольку сущность по своей природе есть отрицание всего того, что существует. Но в то же время только благодаря ей все существующее впервые может быть самым собой, впервые определяется как нечто, что обладает бытием, и происходит это в соответствии с тремя основными определениями сущностей, как их понимает Гегель. А именно это определение тождества, различия и противоречия. Сущность как единая с собой в своем посредовании первоначально есть просто она сама, или она тождественно с собой в своей непосредственности, представляет собой тождество как таковое. Однако тождество в самом себе, в своем соотношении с собой раскрывается как нечто отличающееся от себя, и в этом смысле как нечто противоположное себе. Оно представляет собой абсолютное отличие или отличие себя от самого себя. Как это мы можем понять? Что Гегель говорит о фундаментальных определениях сущности вещей, и в то же время он здесь говорит о чем-то, что противоположным вроде бы формальным логическим определениям. Как может быть тождество само в себе различием? Это происходит следующим образом. Когда мы говорим, что нечто тождественно себе, мы полагаем одно и то же в различном смысле. То есть, допустим, А равно А, когда оно равно самому себе, мы полагаем его в качестве иного, или оно отличается само от себя. И вот та самая отрицательность, в форме которой тождество равно самому себе, оно выступает уже не в виде тождества, а в виде различия. И вообще тождество в этом смысле представляет собой самое пустое определение сущности. Как считает Гегель, оно ни о чем не утверждает, или вернее, оно утверждает противоположное тому, что хотел бы утверждать – различия. Именно в различии, исходя из него, впервые становится возможным не только бытие всякой вещи, как тождественность собой, но и собственное бытие вещи, как отличной от других в своей самостоятельности. То есть, собственно говоря, вещи существуют как различные, соотносящиеся друг к другу, именно благодаря этому различию. Моменты различия, согласно Гегелю, это тождество, опять-таки, различия, рефлектированные и соотносящиеся вначале только с собой, а не с друг другом. Они раскрываются как моменты первой формы различия, как ее понимает Гегель, разности. Разность в самом общем виде – это способ существования внешних по отношению друг к другу вещей, которые отличаются друг от друга, или, говоря простым языком, не имеют друг к другу никакого отношения, и тождественны только лишь сами себе. Однако разность, выражающая такое внешнее соотношение отрицающих друг друга моментов на деле, раскрывается как полная внутренняя противоположность между ними в виде соотношений определений положительного и отрицательного в бытии всех вещей. Гегель делает различие в этом смысле между непосредственными и простым бытием ничто и посредственно рефлектированными бытием ничто, которые определяются в понятиях положительного и отрицательного. Иначе говоря, чтобы пояснить это положение, вещи тождественны собой, то есть обладают положительным бытием по отношению к себе только потому, что они отличаются от других противоположных им вещей, или потому, что они обладают отрицательным бытием по отношению к ним. Как положительное, так и отрицательное, будучи самостоятельными определениями, соотносят с собой только благодаря своему иному. Но именно поэтому, каждая из них, соотносясь с иным в самом себе, есть нечто противоположное тому, что оно есть само по себе. Каждая есть благодаря бытию и новым, то есть как положительное, так и отрицательное. И тем самым благодаря тому, что оно отрицает себя и есть в самом себе свое собственное небытие. Но положительное и отрицательное также существует благодаря отрицанию бытия и нового, то есть благодаря его небытию, которое имеется в них самих, и таким образом также благодаря отрицанию собственного бытия. Таким образом, соотношение положительного и отрицательного разворачивается в виде полного и всестороннего противоречия. Оба момента представляют собой полное отрицание себя самого, не по отношению к иному, а по отношению к самому себе. И суть положения противоречия у Гегеля состоит в том, что отрицательность сущности оказывается противоположна и противоречит сама себе. Она в одном и том же тождесть на себе, как равное с собой положительное и полностью отличается от себя, или оказывается не тождесть на себе в виде отрицательного. Но если положительное – это противоречие лишь в себе, то отрицательное – это положенное противоречие. И в исключающей рефлексии сущности положительное и отрицательное снимают сами себя в своей самостоятельности, так как каждая из них есть просто переход или превращение себя в свою противоположность. При этом деятельной стороной данного перехода выступает отрицательная. Что мы получаем в результате противоречия, которое является противоречием не только в области мышления, но прежде всего в области действительно бытия? Гигель считает, что результатом противоречия является непрерывное исчезновение противоположных моментов в них самих. И единство, которое получаем мы благодаря разрешению этого противоречия, прежде всего выражается в виде нуля или пустого ничто. Когда противоположные стороны находятся во взаимодействии, отрицают друг друга, то результатом действительно является то, что они уничтожают друг друга. Однако противоречие приводит их к вполне положительному результату, поскольку снятие обоих моментов в ничто мыслимое положительным образом следует понимать как слияние противоречащей себе негативности с собой. А именно, в своем самоотрицании, в противоположных друг другу моментах противоречия, она полагает себя как соотносящая с собой их отрицательное единство. Именно поэтому противоречие положительным образом разрешается в ней. В этом смысле, все то, что существует, будь то вещь или понятие, согласно Гегель, есть, именно само это отрицательное единство. Мы можем сказать, что любая вещь положительная соотносится с собой только через отрицание себя в своем бытии. И равным образом через отрицательное соотношение с другими вещами, что является основанием ее положительного соотношения с собой. Таким образом, любая вещь или понятие есть нечто в самом себе противоречивое, но точно так же оно представляет собой противоречие, которое разрешается в основании и содержит свои противоположные определения в самом себе в качестве их субъекта. Тем не менее, противоречие после разрешения и снятия его никуда не исчезает и сохраняется как внутренний момент в бытии всех вещей. И только представляющее рассудочное мышление, которое испытывает страх перед противоречием, как уверен Гегель, не идет дальше одностороннего его понимания и не познает его положительной стороны, в котором противоречие становится принципом деятельности и абсолютным основанием действительности в качестве отрицательного единства. В связи с этим Гегель приводит пример со светом и тьмой. Не будем его разбирать, там только отметим, что свет именно в силу своей отрицательности, отрицательного соотношения с собой является чем-то всецело положительным. В любом случае, противоречие как таковое в его моментах, согласно Гегелю, это принцип возникновения и развития всего существующего. Все изменения и какое-либо развитие в природе и обществе имеют своим источником и определяющим принципом противоречия. Трудность, связанная с пониманием и применением мыслимого Гегеля понятия противоречия к действительности, состоит в ограниченном его представлении, согласно которому бытием обладают хотя определенным образом связанные друг с другом, но по сути самостоятельные по отношению друг к другу конечные вещи. Считается, что противоречий нет, поскольку в действительности ничто противоречивое существовать не может. Гегель считает прямо обратным образом. В действительности существует только то, что противоречит друг другу и противоречит само себе. В этом смысле, однако, существуют на деле не самостоятельные друг по отношению друг к другу конечные вещи, но единое бесконечное бытие, выступающее основанием противоположных друг другу и в то же время единых в своем бытии вещей, которые обнаруживают себя через отрицание их приходящего и противоречившего себе существования. Надо сказать, что гегельский принцип противоречия часто воспринимался далеко не самым адекватным образом, не только среди противников его философии, но и среди его прямых последователей. Часто противоречие рассматривалось лишь как проявление принципа реальной противоположности или единства различий в рамках какого-либо целого, что вовсе не отменяло как будто бы безусловное значение невозможности формально-логического противоречия. Ну и, наконец, последнее, на чем я хотел остановиться в отношении Гегеля, прежде чем перейти к Марксу и Энгельсу, это спекулятивная диалектика в области понятия, а именно спекулятивная диалектика всеобщего, особенно единичного. Кратко совершенно остановлюсь на этом, всего уже того, что времени на все остальное будет уже не хватать. В отличие от принятого представления о принципе противоречия у Гегеля, оно рассматривается не только в виде моментов положительного и отрицательного в учении о сущности, но и рассматривается в сфере самого понятия, формы таких моментов, как всеобщие, особенно единичные. Соотношение противоположных и отрицательных друг к подношению другого определения понятия, в котором оно разворачивает себя как их отрицательное единство, выступает в этом смысле не только развитием рефлективных определений сущности, а именно торжества, различия и противоречия, но и их положительным спекулятивным основанием. Как говорит сам Гегель, сошлось на него, в понятии торжества развитого всеобщности, различия в особенность, противоположения, возвращающиеся в основание в единичность. В этих формах указаны выше рефлективные определения таковы, каковы они в своем понятии. Понятие в Гегельской логике мыслится, собственно говоря, как отрицание отрицания, а именно того отрицания, которым выступает сущность по отношению к бытию, и тем самым понятие представляет собой утверждение самостоятельного бытия, что потом стало трактоваться согласно известной схеме развития всего того, что существует, тезис, антитезис и синтез, что, надо сказать, не вполне адекватно представляет Гегельскую мысль. Вот. Значит, бытие, в виде которого определяется понятие, понятие полагается из себя самого и представляет собой уже не непосредственную или опосредственную, но абсолютную отрицательность или опосредственную самим собой в своей непосредственности. Более определенная категория негативности как раз и осмысливается в виде таких моментов понятий, как всеобщее, особенно единичное. Что здесь является главным определяющим? Эти моменты соотносятся друг с другом не как определение сущности, они не соотносятся друг с другом как к чем-то иным, но каждая из них всецело заключает все остальные моменты в самом себе. И в то же время является определенным моментом единого понятия, которое выступает, собственно говоря, абсолютным субъектом этих определений и через которое она и полагается как абсолютный субъект. И в этом смысле реализуется задача Гегеля, та самая, которую он ставил при замысле философии как абсолютной науки, а именно мыслить это абсолютное не только к субстанции, но и как субъект. В этом смысле любой из этих моментов, всеобщее, особенно единичное, полагается в виде самого понятия, определенного понятия и определения понятия, что выглядит несколько странно и удивительным. В последней главе науки логики, посвященной абсолютной идее, Гегель обосновывает проект спекулятивной диалектики и роль противоречия в ней по отношению к этим определениям всеобщего, особенно единичного, и рассматривает их как структуры, образующие для диалектического метода логики в целом. Относительно этого диалектического метода я уже не буду рассматривать такие моменты, как этот метод познания представляет собой аналитический, синтетический. Нужно сказать только лишь, что природа этого метода состоит в развитии мышления, понятия, которое оказывается тождественно развитию бытия. Или, иначе говоря, бытие, которое полагает себя в этом мышлении, оказывается тождественно мышлению, которое существует в итоге само для себя и оказывается тождественным самим собой бытием. В результате мы можем сказать, что понятие в этой своей абсолютной субъективности или в качестве абсолютной идеи является полной реализацией изначального принципа тождества мышления и бытия. В этом смысле абсолютная идея представляет собой некий субъект, который отличается от человеческого я в своей интеллектуальной деятельности, хотя и выступает его прямым непосредственным основанием. При этом общий замысел гегельской логики, выступающий в форме спекулятивной диалектики, связан, оказывается, с определенным проектом антологии абсолютной субъективности. Гегельская диалектика, обосновываемая в его логике, в своем существенном содержании является, как считает, например, современный немецкий следователь дюзинг антология чистых всеобщих определений бытия, которая переходит в спекулятивную диалектику абсолютного бытия, определяющего себя в виде мыслящего себя субъекта. Или, иначе говоря, мыслящий себя субъект в виде абсолютной идеи, это само бытие, которое существует в себе и для себя, и мыслит себя в этом самопознании. Таким образом, понятия, благодаря абсолютному единству негативности с собой, присутствует для себя и есть самостоятельное бытие. В этом смысле идея, собственно, это есть действительное или объективное понятие, и развивается оно согласно тому диалектическому методу, о котором я кратко здесь рассказал. Обратимся теперь, наконец, к Максу Энгельсу, что представит собой нечто наиболее интересное, видимо, в моем выступлении, поскольку те положения, о которых я говорил, в принципе, несмотря на всю их важность, достаточно должно быть хорошо известным, по крайней мере, некоторым. У Карла Маркса мы находим, несмотря на заявляемую противоположность идеалистического и материалистического понимания действительности, глубокое осмысление и применение гегельской диалектики. С одной стороны, примитивное конкретно всеобщей природе человека, а с другой, по отношению к исторической реальности общества, рассматриваемого в экономических и социально-политических формах его бытия. В частности, Маркс считал, что мистификация, которую претерпела диалектика в руках Гегеля, отнюдь не помешала тому, что именно Гегель первый дал всеобъемлющее и сознательное изображение ее всеобщих форм движения. В этом отношении Гегель рассматривал, как считает Маркс, отрицание-отрицание с положительной, заключенной в нем стороны, как подлинное и единственно положительное, с отрицательной же, заключенной в нем стороны, как единственный акт самоосуществления всякого бытия. Такое глубокое толкование в принципе следствует о том, что Маркс уже в своих ранних произведениях придерживался основных принципов диалектического метода Гегеля, что, собственно, никто никогда и не ставил под сомнение. При этом диалектика негативности трактуется Марксом в экономически-философских рукописях 1844 года, как главное достижение философии Гегеля, связанное с осмыслением бытия человека в виде его самополагания через деятельность по преобразованию природы, которую человек, производя бытие вещей, производит опосредованным образом или порождает себя самого. Человек в процессе общественного производства с одной стороны отчуждается от себя самого или отрицает себя, а с другой, снимая это отчуждение, то есть отрицает свое, это первое отрицание, приходит к действительной реализации своей сущности. Согласно Марксу, величие Гегельской феноменологии и ее конечного результата диалектики отрицательности как движущего и порождающего принципа заключается в том, что Гегель рассматривает самопорождение человека как процесс, рассматривает опредмечивание как распредмечивание, как отчуждение и снятие этого отчуждения в том, что оно, стало быть, ухватывает сущность труда и понимает предметного человека истинного, потому что действительно человек и представляет собой некий результат своего же собственного труда, своей же собственной деятельности. Все это основывается на том самом принципе отрицательности, который более содержательно и подробно анализируется в Гегельской логике, о чем мы говорили. Тем не менее, Гегель, как считает Маркс, нашел лишь абстрактно-логическое, спекулятивное выражение этой диалектики, он представил ее лишь как мыслимый, а не действительный процесс развития природы и человека. Когда Гегель рассматривает такие образования, как богатство, государственную власть, в их отчуждение человеческой сущности, он уберет их только в их мыслимой форме, в отличие от действительного их бытия. Вся история отчуждения, понимаемого как отрицание непосредственно человеческой природы в производимом ею реальном бытии и снятие этого отчуждения в виде отрицания этого отрицания, есть в этом смысле история производства абстрактного, абсолютного мышления, выступающего у Гегеля в логической, спекулятивной форме. Тем самым, как считает Маркс, человек приравнивается в спекулятивной диалектике только к логической, только к мыслящей, а не к действительной чувственной самости, о чем говорил еще Фейербах, и сводится к абстрактному понятийному самосознанию, отвлеченному от реального человеческого бытия. Тем самым, у Гегеля идеалистически отрицается с одной стороны самостоятельная предметность и объективное бытие природы, а с другой предметное действительное бытие человека. Действительные вещи или объекты существуют своей объективностью у Гегеля, как считал Маркс, вовсе не сами по себе, но только по отношению к постигающему их самосознанию как высшему самостоятельному субъекту. Насколько справедлив такой подход Маркса к гегельской феномологии и основным принципам его диалектики? Можно ли говорить о беспредметном духе у Гегеля по отношению к которому никакие вещи не обладают самостоятельным бытием? Надо сказать, что у Гегеля дух, безусловно, обладает субстанациональной предметностью, равным образом у Гегеля различается понятие предмечивания и отчуждения в отличие от того, как это трактовал Маркс. Точно так же общий смысл отчуждения человека от своей сущности, связанный с процессом труда и последующим ее присвоением как в древнегреческую, так в средневековую и в эпоху нового времени является одной из главных линий как гегельской филологии, так и в его енской реальной философии, в которой, кстати говоря, собственно, впервые высказано понятие об отчуждении человека от своей сущности в процессе капиталистического производства именно в том философском виде, в каком это понимал Маркс. Несмотря на то, что енская реальная философия выпала из генеральной линии развития гегельской философии, тем не менее, само это место звучит совершенно в полном согласии с последующими марксистскими положениями. Возможно, енская реальная философия была знакома и Марксу. Тем не менее, мы можем сделать следующий положительный вывод из марксистской критики Гегеля, исходя из которой будут формироваться основные положения учения Маркса. Человек, как предметное существо, может полагать себя и все производимое им сущее во внешнем мире через деятельное самоотрицание только потому, что полагается в то же время со стороны предметного бытия природы, с которой он остается в единстве. Однако, благодаря познанию основных необходимых законов природы реального мира и себя самого, как реального природного существа, человек в единстве своей отрицательности может полагать себя самого и бытие всех вещей, исходя из своей свободы и применяя свободу как познанную необходимость. Неправильное понимание отчуждения человека от себя самого и снятие этого самоотчуждения у Гигеля, как считал Маркс, основано на отрицании человеческой чувственности и материальной природы вообще, что приводит к установлению отчужденного от человеческого бытия умопостигаемого существования некого божественного субъекта, выступающего мнимой и потусторонней сущностью, как в отношении природы, так и в отношении сознающего себя человека. По этому поводу Маркс высказывает свое знаменитое положение о том, которое меня каждый раз удивляло, о том, что у Гигеля диалектика стоит на голове и надо ее поставить на ноги, дабы скрыть под мистической оболочкой рациональное зерно, чем занимались значительная часть марксистов, некоторые занимаются до сих пор. Поэтому марксистский диалектический метод, как считал Маркс по своей основе, не только отличен от Гигеляского, но и является его прямой противоположностью. Для Гигеля процесс мышления, который он превращает даже под именем идеи в самостоятельный субъект, есть демиург действительного, который составляет лишь его внешнее проявление. У меня же, подчеркиваю Маркс, наоборот, идеально есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней. Опираясь на это положение, классикам марксизма удается данное, ничуть не удивлявшее их переворачивание гигельского идеализма с головы на ноги, когда категории и законы диалектики определяются, с одной стороны, как основные способы существования материальной действительности, в каковом виде у них предстает природа и общество, а с другой, вообще в марксистской традиции подхода, идея означает у гигель вовсе не общее понятие, в котором мыслится отличное от него материальное бытие, но тождество, мышление и действительность, определяемое в виде единого непостигаемого бытия или вот этого самого абсолютного субъекта, исходя из которого чувственного воспринимания вещи существуют и мыслятся нами. Мышление есть в этом отношении у гигеля собственная форма осуществления того самого противоречивого содержания, в котором раскрывается действительное бытие, а не форма внешней рефлексии или отражения этого бытия в сознании, как считалось марксистской традицией. Но не по отношению к гигелю, а вообще естественно. Наиболее адекватную позицию в этом смысле занимает, как неудивительно, представитель франкфуртской школы марксизма Герберт Маркузе, который, в принципе, потом разрушил практически весь западный марксизм в том виде, в каком он еще существовал. Но когда он писал свое произведение «Разум и революция», он имел еще вполне адекватное воззрение в отношении гигельской философии. А именно, он считал, что категории у Гегеля воспроизводят движение самого бытия, поскольку логика Гегеля имеет прежде всего с формами и видами или видами бытия, так как они постигаются мыслью. А гигельское понятие обозначает общую форму любого бытия и в то же время истинное бытие, которое адекватным образом представляет эту форму, а именно свободный субъект. В этом смысле переворачивать Гегеля никаким образом не нужно, потому что он уже стоит на собственных ногах и гигельская диалектия исследует действительное бытие, а не нечто такое, что относится лишь к мышлению или к такому субъекту, который полностью отличается от действительности. Весь вопрос в том, как эта действительность понимается. Относится ли она только лишь к чувствам воспринимаемого миру или это есть иная, умопостигаемая действительность. И здесь в этом смысле гигельский подход безусловно может быть соотнесен к материалистическим, о чем я тоже сейчас кое-что скажу, обращаюсь уже к Энгельсу. Совсем чуть-чуть, я уже перехожу лимит, может, минут пять еще, если мне позволят. Можно? Ориентировавшийся на интерпретацию Гигеля Максом Энгельс считал, что гигельский принцип отрицания выступает движущим началом всякого развития и раскрывает положительный смысл закона о единстве и борьбе противоположностей. Более того, он рассматривает принцип как основной закон всей гигельской системы. Истинное диалектическое отрицание в природе или истории по своей форме есть движущие начало всякого развития, оно приводит к разделению на противоположности и к противоречию в результате разрешения которого достигается на более высокой ступени первоначально-исходный пункт. Более того, Энгельс глубоко понимал гигельский принцип противоречия как относящийся равным образом как к бытию вещей так и мышлению о них. Цитата, которая повествует о том, что если вещи присущи противоположности и она находится противоречивая с собой, это относится к выражению вещи в мысли. То есть мысль о ней также является противоречивой и это противоречие должно разрешаться. На этом основано всякое развитие как в бытии, так и в мысли. Можно также обнаружить у Энгельса продуманное столкование гигельского спекулятивного принципа тожества разумного и действительного в отношении понятия государства. Однако, в то же время Энгельс сводил сущность гигельского диалектического отрицания к понятию абстрактного общего закона, конкретный смысл которого раскрывается исходя из особого эмпирического порядка тех процессов, в которых он проявляется. А именно, осмысливая гигельский принцип отрицания негативности в виде закона отрицания отрицания Генгельс утверждает, что двойное отрицание в сущности простая постоянно совершающаяся процедура, которая доступна пониманию каждого, если только избавить ее от той видимости, которая придавала идеалистическая философия. В связи с этим Энгельс вспоминает гигельские примеры, связанные с отрицанием отрицания, считает, что они самочевидны и смысл их совершенно понятен. Не буду их уже упоминать. Проблема здесь заключается в том, почему отрицание отрицание выступает единым всеобщим законом развития всего становящегося в различных областях природы, мышления и общества, если оно ничего не определяет в особенном содержании этого становления, поскольку его реальные закономерности устанавливаются только эмпирически и совершенно независимо от этого спекулятивно-теоретического закона. Этот вопрос остается без ответа и в этом отношении каких-либо безусловно необходимых и всеобщих деоритических законов, которые обосновывались бы философией, в принципе говорит затруднительно. Материализм в этом смысле претендующий на положение высшей стадии развития философии вообще, в этом случае перестает быть ею, равно как он теряет статус высшей единой науки, на которой претендовала гегельская спекулятивная диалектика, поскольку ищет подтверждение своим общим формальным принципам в конкретных фактах определенных эмпирических наук. Поэтому вовсе не удивительно, что согласно собственной позиции Энгельса материализм уже не является философией, но просто мировоззрением, которое ищет доказательства не в особой сфере науки наук, но в самих реальных науках. При этом Энгельс считает, что диалектические законы этого самое главное развивались Гегелем только идеалистически, поскольку они выводились из мышления этой мнимой идеалистической науки, а не из реальной действительности определяемой в виде природы истории, которая исследуется эмпирическими науками. Ошибка Гегеля заключается в том, что диалектические положения рассматриваются как простые законы мышления, которые затем навязываются внешнему наличному бытию. Отсюда вытекает, как считает Энгельс, вымученная ужасная конструкция, согласно которой реальный мир должен согласовываться с логической системой, которая сама является лишь продуктом определенной ступени человеческого развития, развития человеческого мышления. Однако, если мы перевернем это отношение, то диалектические законы, кажущиеся в диалектической философии таинственными, немедленно становятся простыми и ясными. Надо сказать, что вопреки этому подходу диалектические законы никогда не рассматриваются Гегелем только как простые законы мышления. Мы никогда не найдем ни одного места, в которых Гегель говорил о том, что это законы только мышления, а не законы бытия в то же время, которые навязываются потом внешнему наличному бытию, представляемые в виде природы истории. Напротив, они выступают у Гегеля с существенным законами мышления только потому, что образуют собственные изначальные принципы постигаемого разума бытия, которое не зависит от чувственного восприятия, но раскрывается через единство с мышлением в форме понятия. Вот. Это все, что я хотел рассказать совершенно как бы кратко. Вопросы. Иван Луисович, тема сложные. Иван Луисович, спасибо. Вы очень часто оперируете термином спекулятивной диалектики, да? Угу. Ну, есть такое разделение от, собственно говоря, трех способов познания у Гегеля, которые относятся с диалектикой. Это вот рассудочный способ познания, который относится к познанию бытия или находится на уровне учения о бытии. Когда придерживаются неких определенных неких определений и не постигают единства противоположностей в существовании вещей. Есть отрицательная диалектика, которая относится вот к учению сущности, вот к этим негативным определениям, которые соотносятся друг с другом, но которые не обретают еще единого положительного основания. спекулятивная диалектика это диалектика на уровне самого понятия, где вот рассматриваются такие его формы, как всеобщие, особенно единичные, при том, что противоречие, которое там содержится, имеет уже полное завершение и является лишь моментом развития. Оно не снимается полностью, но утверждается как принцип единого бесконечного бытия, которое всецело положительное, но в то же время оно едино с этим принципом отрицания. Ну или если говорить более просто, спекулятивное у Гегеля означает полностью реализованное тожество мышления и бытия, которое отвлекается от эмпирического содержания и через которое мы постигаем правильным образом диалектические законы, выражаясь марксистским языком. Но это так, как Гегель понимал примерно. ничего вопроса? Пожалуйста. Закончили свое выступление, приводя критику Энгельса Гегелевской взгляд. В частности, он говорил, что Гегель пытается подчинить законы действительности законам мышления. И я не совсем понял, вы согласны с этим, с этой критикой, или же вы ее опровергли? Нет, что-то не согласен, считаю, что... А не согласны с Энгельсом? Нет, не согласен. Считаю, что восприятие гегельского метода и переворачивание гегельской диалектики было потому так просто, что на самом деле то, что воспринималось в положительном виде, полностью соответствовало тому, что имелось у Гегеля. Никаких законах мышления, которые существуют в неком воображаемом мире, независимо от реальной действительности, в Гегеля не идет речь. Проблема тут очень большая. Она состоит в следующем. Существует помимо природы и общества умопостигаемое бытие и что это за бытие? В каком виде оно существует? Представляет ли это с собой некую так называемую божественную реальность или это та самая материя, которая развивается сообразно своим собственным закономерностям и так далее? Это тот вопрос, который должен быть поставлен, как я считаю, в марксистской традиции, но он почему-то особенно поставлен не был. Когда Маркс пытался собственно обосновать, а в чем смысл противоположности на содержательном уровне между диалектикой идеалистической и материалистической? Он попытался набросать все это, но либо по недостатку времени, либо потому, что собственно говоря у Гегеля и так все изложено и пришлось повторять ровно то же самое, но с использованием разного рода перелицовок в том виде, в каком например это не нравилось Ленину. Когда он читал на уголовнике он начал, что все прекрасно только Боженьку надо выкинуть. Боженьку мы можем выкинуть, однако смысл от этого гегельской диалектики не меняется. Вот об этом я примерно и говорил. опять этот же вопрос уставлю. Разве сам Гегель не был сторонником абсолютной идеи, не презирал вещи природные, для него же было мысли главное и вся его книга там не написано, что это бытие камня, бытие природы, там говорится вообще бытие, а по тексту видно, что это о мыслях, то есть он был абсолютным идеалистом, а действительность природных вещей, для него это там степенная вещь. То есть правильно его критиковали, то что он на главе стоял. Там имеется некоторое рациональное содержание, которое можно выдать за этот подход, что Гегель рассматривает философию природы, исходя из абстрактных своих принципов, в частности исходя из принципа этой триады, о чем Маркс говорит, и получается, что подгоняет явление действительности под определенные формальные понятия. Да, безусловно, главная идея. Но что он понимает под идеей? Абсолютная идея по Гегелю это единство мышления и бытия. И само бытие. Бытие чего? Вещи? Нет. Вытие или бытием мысли? Нет, не вещь и не мысли. Бытие, которое существует в самом себе и для себя. Которое одновременно и является мышлением и действительным бытием. Что это за вещь? Это никакая не вещь. Она не существует в определенном эмпирическом виде. Еще вопрос называть. Последний вопрос в выступлении. Я бы вот такой вопрос немножко прояснить. Все-таки Маркс считали учениками Гегеля. Молодой Гелянска мы знаем. Они при этом очень сильно его критиковали. Ваши успехи не поняли. Ленин был учеником Маркса. Соответственно значит в какой-то мире Гегеля. А вот кто был учеником Гегеля? На каких основаниях совершил свою философскую систему? У кого-то непосредственно учился. То есть кто учился. В смысле Гегеля у кого учеником? Хороший вопрос. Боюсь что Гегель посчитал своими учителями всех тех философов которые ему предшествовали в историческом периоде начиная с Платона Аристотеля и заканчивая в том числе и Кантом. Но чтобы у него был прямо учитель в принципе претендовал какой-то маленький исторический период жизни Гегеля на это только один человек это Шеллинг но все претензии он свои по поводу этого дела снял так же как и Гегель потом считал что влияние Шеллинга было безусловно глубоко значимо но не выразилось в содержании самой гегельской системы поэтому если говорить точно и конкретно по-видимому такого большого учителя у Гегеля не было ну либо в каком-то обобщенном виде опять-таки это все эти самые величайшие умы к философии которого он обращался достаточное вопрос спасибо кто желает не желает я все ждал почему Михаил Васильевич не задает вопрос я думаю что мы очень интересное послушали выступление интересный доклад ну я мог бы как специалист констатировать что он достаточно глубоко раскрыл проблему тему близко к тому что на самом деле писали как понимали Маркс потому что нас сбивает вот наше восприятие или понимание первое что сбивает это неправильное понимание противоположностсти когда Маркс что это абсолютно противоположно тому что написал Гейдер его метод это что означает вот если я сейчас подойду и противоположную в сторону толкнул уважаемого водопластич Это что означает, что я к нему притражнулся и с ним соединился? Никаким другим способом, абсолютно противоположным, сделаться нельзя. Люди думают, что когда говорится о противоположности, что они отсоединяются. А если вы находитесь там, а в другой, ваше противоположность вон там, никакой противоположности нет. Это два внешних предмета. Для того, чтобы иметь противоположность, надо вступить к единству. Вот и главная мысль, которая здесь развивалась, вот о слайде, в которой я присоединяюсь, это мысль такой, что марксистская философия, или марксизм, марксистическая философия, диалекском-диалекистическая философия, она находится в таком глубоком единстве с диалектикой Гегеля, что вот всякая попытка изничтожить Гегеля означала уничтожение Маркса. И вся попытка, так скажем, уничтожить марксизм, она приводит к умничтожению Гегеля. И вот мы как раз находимся в таком периоде развития, в контрреволюционном периоде, в периоде реакционном. И реакционном не только в плане экономического, что все наблюдают, но и в плане развития философии. Когда люди, от марксизма, и это я заявлял непосредственно на ученом совете, где рассматривалась докторская диссертация, еще года не прошло, когда рассматривалась Иван Алексеевича, что вот некоторые товарищи, которые выступали там с очень жесткой и резкой критикой докладчика и до тогда диссертанта, они, собственно говоря, все же были марксисты. Куда же вы побежали? Вы убежали, но если вы отступаете там с боями от марксизма, если вы действительно марксисты, то вы на какую следующую рубеж должны встать? На рубеж гегельский. Нет, они пробежали гегеля и обратились к тем, кто является просто субъективным идеалистом. У нас самая распространенная философия сейчас с элипсизм. А с элипсизм состоит в том, что я вот на вас смотрю, а поскольку все, что от вас идет, поступает ко мне через мои органы чувств, у вас вообще-то никого нет, а есть только мои органы чувств. И я всех вас вижу во сне. К этому сводится с элипсизмом. Это вот Ленин очень хорошо и дообразил в нейтролизме и элипсизме, где он разбирает учебы Беркли, наиболее последовательно с элипсистами. У нас последовательно с элипсистов нет, действительно, сейчас, но таких, которые по существу стоят на позиции с элипсизмом, и субъективно с элипсизмом, громадное большинство. У нас нет людей, которые последовательно стоят на позициях объективных. Никакой философии. Никакой философии. И терроризма нет очень мало. Развивительно. Да, вот в чем он стоит делать. Поэтому, когда Марк говорит, что это абсолютно противоположный метод, это что значит? Это значит, что он во всем не дождественен с этим самым методом, при том, что он противоположный. И это вот совмещение того и другого, чем владел Марк, и чем владел Энгель, что они, когда мы говорим, что такое противоположное? Это единство и, скажем так, предположим, то есть это тождество. И не тождество. Это различие и в то же время тождество. Поэтому оторвать, разорвать гейбельскую философию и марксизм невозможно. Почему? Потому что марксизм более высокая форма философии. А это что значит? Как она стала более высокая? Это та, которая отрицает. Ну и другого не может быть. Только через отрицание. Вот, собственно, главная идея, которая здесь проводилась, что всякое развитие идет через отрицание. И диссертация посвящена именно отрицанию. Ничтол. Ничтол в категории гейбельской. И отрицание. Как вот такое жизненное начало, как через это отрицание идет всякое развитие. Отрицательный гейбельской философии. Что значит отрицать гейбельской философии? То есть включается в более высокую философию. И это отрицание это единственный способ включить. Только тогда, когда мы рассматриваем абсолютную противоположность гейбельской философии, только тогда мы и понимаем так действенность. Поэтому, скажем, если Маркс такие вот вещи еще допускал, такого рода заявления, что вот когда-нибудь, если бы нашлось бы время, я бы в доступной любому здравому человеческому рассудку форме на двух печатных листах, некоторые думают на двух страницах, два печатных листа это 48 страниц. Примерно. Имеется ввиду печатные листы. Да, в доступном каждому человеческому рассудку изложил бы то разумное, что Гейбель открыл, и он же сам же эмитифицировал. Ну вот Гейбель Энгельс такого никогда не говорил. В Энгельс говорил что-то одно, что единственная компедия в диалектике имеется... Скорее обратное говорил. А? Скорее обратное говорил. Скорее обратное говорил. Науки, логики, Гейбель. Мы начали с Александром Сергеевичем розыск, что такое компедии. И вот если вы откроете какую-нибудь Википедию или всякую другую ерунду, в которую можно записывать что-то хочешь и редактировать как хочешь, вот там говорится что-то вроде краткое содержание, чипит, и не помнишь такой цитат в компедии диалектике. А вот у Александра Сергеевича дома, здесь присутствующая дома находятся латинские словарь, мы его открыли, а там написано компедии это кратчайший путь, прямая дорога. Вот Энгельс рассматривал Гейбельскую дирекцию кратчайший путь, прямая дорога. И вот нынешние философы буржазные, они чувствуют, если пошла вещь о гейбельской философии, лучше от него отстраниться, лучше от него отойти, лучше бы ее не преподавали, лучше бы ее не рассматривали, потому что от нее, как этой гейбельской философии, ну, дальнейшее развитие, вот, идет через понимание, вот, этого творчества бытия и мышления, и посмотрите, ведь, разве вот, в марксистской формулировке говорят, материя первична, осознание вторична, почитайте Ленина, он как говорит, бытие первична, осознание вторична, то есть, бытия не, вообще говоря, является творчеством материи. И вот некоторые думают, что Ленин дал определение материи, что это объективная реальность, данная нам в ощущениях. Это не определение. Кто-то почитал учения понятий, знает, что это осуждение, потому что, если вы просматриваете это как определение, определение делится через неизвестное, определяется, и неизвестное определяется через известное. Это что получается? Объективная реальность. Все знают, что такое реальность? Первый том науки логики, это, сказать, два вида, значит, качества. Как реальность, как реальность. Так? Объективная реальность. Все знают, что такое объективность? До материи? Знают, что такое объективность? Даны нам ощущения. Еще ощущения надо знать, что такое. И вот кто-то знает ощущения. Теперь нам. Кто такие мы? Расскажите, кто такие мы, и мы тогда узнаем, такое материя там еще категорию категория длина значения и категория до это категории тогда и видимо ли нас на что такое а это подключение понятия поэтому у ангельса очень просто к этому свой определение дается очень простое единство вереволи материальности просто то единое что если все нельзя самое простое может определяться через такие конкретные сложные вещи Поэтому тут другой дороги нет. Поэтому на самом деле, вот это вот гегелевское бытие, и Ленин это отмечает в философской централи, сразу в конспекте науки логики, оно звучит вполне материалистически. С чего начинает Гегель? Не философскую свою систему. Это все слышали, потому что они берут ее не как систему, а берут все, что читали про Гегеля, а у Гегеля мало вообще, кто не читает. Про него читают. Так, вы возьмите на углу, о ней идет речь, диалектика в радио, в виде содержится в науки логики. С чего она начинается? В какой категории? В категории бытия. Как вы еще можете ее трактовать? Вот то бытие, которое есть, и поехали. Поэтому трактовка идеалистическая очень сложная, этого бытия. Трактовка материалистическая очень простая. То есть, как бы люди, пытаясь удержаться на идеалистической таратовке Гегеля, не удерживаются и начинают понимать материалистические. И все таковы и понимают. Те, кто изучают. Те, кто не изучают, те никак не понимают. Поэтому, я думаю, что вот нам надо понять, что на самом деле идет такая подспудная возня или борьба. Что, давайте, так сказать, лишний раз скажем что-нибудь худое про Гегеля, что, я сказать, он идеалист, тогда не надо будет его изучать. А Ленин говорил, что умный идеалист лучше глупого материалиста. И, между прочим, если мы посмотрим развитие философии, то для вклада в философию не столь важно, кто был кем? Идеалистом или материалистом? Одни внесли, вторые внесли. Был диалектик, явно идеалист внес. А, скажем, пармейер, то он вот категорию бытия разрабатывал, которую потом Гегель взял и использовал. Поэтому так просто не получается. Есть, скажем, верующие химики и физики, и они открытие сделают. И там, ну, слава богу, мне получилось божьей помощи, а я открыл. Причем, вот, я как-то статью готовил на тему о свободе духа Уэйлера, как известно, математика. Он отстаивал эту идею, говорит, вот, бог, мы веруем, там, он есть. Но он ведь, бог нам дал самостоятельность, чтобы мы сами, когда мы исследуем, когда мы что-нибудь решаем, мы не должны к богу обращаться. Мы говорим, что получится, то и получится. А бог это никогда не противоречит. Он как раз нам дает возможность это опознать. И все. Поэтому, на самом деле, стихийные естествоиспытатели – все материалисты. И поэтому, если не нагонять эту волну, особенно, что он такой уж прямо, что он этот самый Гегель-идеалист, он идеалист, безусловно. То есть, он довел идеализм до такой степени чистоты, объективный идеализм, что он, чтобы его превратить в материализм, ничего такого не случилось с Марксом и Инкельсом, когда они из идеалистов стали материалистами. Но ничего с ними не произошло, они не заболели, не умерли. Эти люди превратились. Ленин вообще не превращался, он с самого начала был материалистом. Хотя, можно найти такой вариант, посмотреть дискуссии с Плехановым по поводу диктатуры Патриата, где он в первом варианте сказал, зачем-то нам диктатуру Патриата, хватит нам и пропадящей роли. А потом, когда Плеханов сказал, ну ладно, убираем диктатуру Патриата. А Ленин говорит, нет, оставляем. Там же вот в Маркс-Петербургской программе, в критике Энгельс говорили, что это очень важно. То есть, все великие люди, они, если делают ошибки, тоже великие. Но после того, как они сделали ошибки, они вот могут проявлять какие-то колебания, потом они для себя находят твердую почву, фундамент, и последовательно всю жизнь эту линию проводят. Такими были Маркс, Энгельс, Ленин. Поэтому нам тоже надо определиться по отношению к Гегелю. Если Гегель является источником марксизма, и это Ленин подчеркнул в книге «Источник о 30-й части», и, можно сказать, в одной из самых последних своих работ, когда уже он как бы немного оставался времени ему жить, он издал свое завещание, что надо материалистически истолковывать диалектику Гегеля. И на примере всей истории, науки, техники и мышления в том числе. Поэтому я думаю, что сегодня мы должны стоять на этом очень прочно, что раз марксизм более высокая форма познания мира и более высокая форма понимания, материализм диалектический, а до исторического уж никак Гегель не дошел, тут, надо сказать, никак не получается. И диалектический материализм, и исторический материализм не выводится. Это надо отдельно, так сказать, иметь отдельное открытие, которое делали Маркс и Энгельс, когда они рассмотрели отдельно вопрос о том, как связано общественное бытие и общественное сознание, а общественное бытие, понимается, как материальное производство. В этом отношении Гегель ничего не сделал, хотя у него есть некоторые зернышки вроде того, что плуг важнее, чем монтира, но которое доставляется с помощью этого плуга. Все равно в науке так не бывает, что из пустого места люди доступно начинают и сразу что-то получают. То есть, конечно, как более высокая теория, она является снятием, а снятие что такое по определению? Это отрицание. Вот если одно слово сказать, дайте одно слово. Отрицание. Но снятие вообще, и это говорили и Маркс, и Энгельс, это отрицание с удержанием. Всякое отрицание, если это действительно юридическое отрицание, оно удерживает все позитивное содержание. Вот, я думаю, что в этом смысл нашего внимательного отношения к Гегелю. И надо сказать, что надо прекратить это отбегание от Гегеля куда-то далеко к этим солипистам. Надо навалять от Гегеля и идти вперед к марксизму. Вот я думаю, что в этом, я думаю, смысл доклада. И хочется поблагодарить вас всех. Я не буду столь многословным, Николай Васильевич. Просто прослушали доклад, дело не в Гегеле, а в каких позициях он был, значит, прочитан. То есть в позиции идеализма. Я не говорю о том. Вы опровергаете Маркса, Гегельса, говорите, что они не правы в оценках Гегеля. Вы считаете, что в сомнении? Поэтому я считаю, что на основной вопрос философии вы отвечаете так, что прав Гегель, поскольку он правильно развивал свои теории и Энгельс здесь ошибался, когда говорил, что мышление есть отражение объективного мира. А прав все-таки Гегель, который говорил, что абсолютная идея, все-таки она заложена во всем, в том числе и в объективном мире. Все равно это на основной вопрос философии от него не уйти здесь, от ответа. Поэтому, когда мы слышим любой доклад с позиции идеализма, а мы здесь с позиции идеализма слышали его, то это политически вредная вещь. Поскольку вспомним философские тетради Ленина, которые боролся с эгнестицизмом и с другими идеалистическими течениями, все равно она выводит борьбу рабочего класса в не в то направлении. Вот сейчас мы поставили под сомнение Энгельса, докладчика, Маркса, может быть, они ошибались с Гегелем, а может быть, они ошибались и в другом. Ну, вот так было бы. Значит, может быть и действительно, мы смотрим, что не сбылся к предсказаниям, и коммунизм потерпел поражение, значит, нам нужен третий путь. Третий, понимаете, это какая-нибудь теория. Вот к чему это шел. Поэтому, я думаю, что здесь надо заобращать на отпор, а самого Гегеля, что-то будет. Правильно так его использовал Маркс. Спасибо. Я вспоминаю эти забавные случаи в своей жизни. Когда-то в 1968 году, значит, я на первом курсе слушал лекции по мотоанализу, читал нам такой старый, старый сморчок-конфессор. Где? Войнми, читал, и говорил, ну, в принципе, вы-то еще, ребята, ничего с точки зрения подготовки. А то, говорит, вот я помню, в 1946 году приходили парки, ну, все в ординах, в киностерках, многие прямо с фронта. Вот, говорит, конечно, тяжелее было, приходилось там им дополнительно читать, подготовить на пункты. Вот, читал я, читал теорию пределов, да, ну, заканчиваю лекцию, спрашиваю, ну, ребят, ну, как, в принципе, понятно, понятно, понятно. Ну, такое молчание, потом встает один месяц. Да, в принципе, товарищ профессор, нормально, вот, если бы еще без дропеев было. Вот, мы, в некотором роде, иногда попадаем в такую ситуацию, потому что, ну, большинство из нас технори, да, значит, в хорошем смысле этого слова. И, в том числе, значит, в технике, ну, принято многие вещи, так сказать, принимать, как уже достигнутые предыдущими поколениями, опираться на, значит, плечи титанов и употреблять, без всяких сомнений. Есть там уравнение неразрывности или формула, там, как берутся интегралы, не надо каждый раз чего-то выводить и двигаться, да. Да, кто-то пожарообразный. Вот, а здесь мы, значит, вспоминаем о том, как, значит, Гегель, ну, создал учение диалектики и, так сказать, двигался от понятия-то мысли, развития мысли, значит, и мы сегодняшние, которые намного больше знаем, чем Гегель с точки зрения, значит, устройства мира и природы, да, там, атома, всяких этих вещей, ну, остается только, как бы, удивляться и восхищаться, что, так сказать, такие вещи, всеобщие законы, которые и развитие мысли, и природы характеризуют, я думаю, что Степан Сергеевич не вполне прав, приписав Иван Алексеевич еще, так сказать, что он Гегера с точки зрения идеализма, нам преподносит, как я понял, как Иван Алексеевич, он говорит, что вообще, значит, Гегель нигде не подчеркивал, что его законы не распространяются на те явления и, там, законы развития, которые касаются природы, там, бытия и так далее. Я, например, там, с Иваном Алексеевичем не согласен, да, но приписывать ему, что этим самым он нам, значит, какие-то герористические штуки пытается протащить, где-то, наверное, неправильно. И в любом случае, так сказать, за лекцию надо поблагодарить, а действия мы вообще благодарны, хотя он был идеалистом, так, по этим делам. Единственное, о чем, сожалеет, приходится сожалеть нам, как современникам и технарям, это то, что все-таки у Маркса не нашлось какого-то количества свободного времени, чтобы на двух печатных листах и сложить нам это все в поле понятного битя. Может быть, уговорились современникам. Последнее вступление, Артем Сергеевичем. А вы идеалистами на интервью? Он еще не обрелился. Это далеко. Да, на границе. Мне кажется, и у тех есть что-то. И у других тоже можно немножко взять. Вот. И... Да, да, спекулятивно их соединить. Во-первых. Во-вторых, мне кажется, полезно вспомнить, что у Маркса всеобщего метода не разработан. Но метод политической экономии у него разработан в первой его крупной работе в прообразе капитала, который назывался «Корритики политической экономии». Там есть такой раздел о методе, где он говорит о методе политической экономии, то есть о конкретной диалекте, применении всеобщего метода экономики. И мне кажется, очень такая глубокая, полезная разработка. И на ней можно посмотреть или так, значит, увидеть, как общий метод работает в этой конкретной, значит, конкретной теме, конкретной сфере. Мне кажется, что, значит, докладчик, конечно, очень глубоко рассмотрел науку локи и выступающие, правильно сказали, я с ними полностью согласен. И мне хотелось бы развить ответ на вопрос, который наш уважаемый слушатель задал, и на который Иван Алексеевич правильно ответил, в принципе. Просто мне кажется, что, значит, у него есть такая перспектива историческая, что можно исследовать, а кто был учителем у Гегеля, а кто был учителем у этого учителя, и упираемся мы во всю историю философии. И этот упор был уже сделан Энгельсом. Энгельс говорит, что можно изучать философию, идеалистику в двух формах, в теоретической и в исторической. Но в исторической тогда мы берем от Парменида или там еще раньше, и потом не дойдем мы уже до Гегеля. Почему? Потому что в истории много мыслителей, и все это все писали, значит, на разных языках в разные времена. Это гора литературы, и я думаю, что это путь для специалистов, вот которые на философском факультете учатся, вот они пусть эти там и читают. Но все-таки в ближайшей перспективе, скажем, Гегель особенно тепло и душевно, близко воспринимал Фихте. А Фихте, это вот тут Кант был старше их современник, как бы их общий учитель, основатель немецкой классической философии. От него сразу Фихте. И Фихте сделал очень глубокую вещь. Кант, во-первых, поставил вопрос о биолетике и о диалетике категории, и систему категорий, значит, вновь выделил понятия, которые входят в систему категорий. То есть некоторый специальный класс в сознании. Но он не догадался, как они связаны друг с другом категории. И Фихте показал, что они связаны, они движутся, категории вытекают одна из другой. И это, Гегель считает, такая очень великая заслуга, значит, этого самого Фихта. Ну и потом, когда Шеллинг, а Шеллинг, он и продолжатель Фихта, и друг, однокашний Гегель, тесный друг молодости, они учились вместе. Значит, Шеллинг, отрицая этого Фихта, развил, как бы, противоположную колоссовскую систему, хотя на основе той же самой системы категории. Только Фихте, как бы, субъективно подошел к этому делу, а Шеллинг попытался объективную основу найти. Объективную основу, о которой все время говорил, подчеркивал, развивался, докладчик наш. Поэтому он, как бы, в исторически был такой благоприятной среде, Гегель, когда наглядно выделились и сформулирована субъективная идеалистическая последовательная точка Фихта, точка зрения Фихта. И объективный идеализм тоже прозрачно, четко и на основе новых категорий сформулирован. И он уже где-то лет 32 или в 33 Гегель вот это увидел, понял, что они, в чем они там детственны, и понял их связь с историей философии. И осознал, что Аристотель все это знал и понимал. Поэтому под старость лет Гегель говорит, что нет вообще лучшего занятия, как преподавать философию Аристотеля. Почему? Потому что Аристотель в всей этой категории осознанной, может быть, не так системно, как вот этот сделал Гегель, прозрачно. И поэтому я вот сейчас часто и читаю, и вспоминаю в лекциях Аристотеля, как учителя Гегеля, мне кажется, одним из учителей Гегеля его вполне тоже можно признать. Безусловно. Большое спасибо всем, кто меня слушал, кто задавал вопросы за неподдельный интерес к тому, о чем я говорил. Но кратенько совершенно хотелось бы прояснить содержательные вещи по поводу тех претензий, которые мне предъявлены. То есть, собственно говоря, что я думал о марксизме и о Гегеле и так далее. Являюсь ли я сторонником абсолютного делизма и так далее в Гегельском варианте? Нет, не являюсь. Это раз. Второе. Считаю, что, безусловно, марксистская диалектика является развитием Гегельской диалектики. В части учения общественных формаций, безусловно, является действительно уникальным достижением. Я не останавливался на марксистском учении как таковой. Я останавливался на трактовке диалектики у Маркса и Энгельса. При этом я считаю, что у Маркса эта диалектика трактуется, в принципе, совершенно правильно и четко в тех положениях, которые он высказывает. У Энгельса присутствует то же самое, но отсутствует конкретное обоснование вот этого самого диалектического метода. Не в силу того, что он чего-то не понимал, а потому что он в своей работе о природе не ставил себе такие далеко идущие цели. И, возможно, тактически не вполне правильно все это обосновывал. Просто когда догматически все это принимается, а не осмысливается и развивается, все превращается в то, что перестается пониматься как принципы марксистской диалектики, что произошло в Советском Союзе. Потому что все изучали, но мало кто понимал. А на самом деле нужно было изучать в том числе и Гегеля. И прежде всего Гегеля, поскольку, как я думаю, совершенно правильно считает Александр Сергеевич, всеобщий диалектический метод у Маркса и у Марксизма тот же самый. Более того, конкретно содержание учения о понятии полностью может быть перетолковано материалистически. С чем я, допустим, не вполне согласен, но придать материалистическую трактовку без всяких проблем. И смыслу толщества мышления и бытия это вполне можно сделать. Потому что речь идет о такого рода развитии понятия материи, которые в принципе соответствуют смыслу абсолютной идеи у Гегеля, которая представляет собой единство теоретической и практической идеи. Потому что что такое сознание в смысле преобразованной материи, которая понимает сама себя. Ведь все же материально, так значит и сознание материально, и оно мыслит себя самого. Важно, как мы это понимаем. И в этом смысле то, что диалектический метод принимался и разделялся, связано с очень большой трудностью в выстолковании вот этой самой противоположности между идеализмом и материализмом. В определенном смысле она, безусловно, четко и точно может быть выделена. Например, как в труде Ленина. Материализм и интероптицизм. Потому что то, что критикал Ленин, совершенно очевидно. Это вот то, о чем говорил Михаил Васильевич. Что некоторые ученые типа Маха считали действительно предметы чем-то, что является комплексом их ощущений. Что полностью, никаким образом не соответствует никакому более-менее фундаментальному понятию в действительности ни у Гегеля, ни у Маркса и так далее. Но что такое абсолютный идеизм Гегеля? Это предмет очень большого выяснения. Потому что, собственно, идеалистическая концепция Гегеля у него реализовалась не в науке логики, а в его философии духа. И в этом смысле там все совершенно обратным образом обстоит. Действительно, не признается примат действительности или бытия над мышлением. Действительно, полагается все через человеческое, в том числе мышление и так далее. Но это уже предмет совершенно другого разбирательства. В отношении того, что меня можно записывать в разного рода враги, я, безусловно, спокойно с этим соглашусь. Меня можно куда угодно записывать. Но я совершенно стою за такие же революционные преобразования. Считаю, что советский строй был выдающимся, высочайшим достижением, причем который начал гробиться еще в хрущевское время. Более того, стою полностью социалистическую революцию. А кто это как понимает, это другого. Спасибо. Хорошо, спасибо.